Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру сегодня с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга, и мы с вами прочитаем шестую главу Евангелия от Иоанна. В этой главе мы находим с вами рассказ об умножении хлебов в пустыне, и затем, как триптих, после этого мы видим чудо хождения по водам в ночи, и в конце очень важный эпизод речи Христа, которые он произносит о хлебе жизни. И здесь в Евангелии от Иоанна есть свой секрет. Повествование о насыщении пяти тысяч — это не просто история о каком-то удивительном происшествии, некое эпическое повествование, оно содержит в себе очень важное откровение, и для того, чтобы ученики поняли смысл происходящего и увидели то, что здесь приоткрывается как под покровом тайны, последует очень длинный монолог Христа. И одновременно мы видим о том, как люди по-разному реагируют и принимают Бога. Итак, Евангелист нас переносит на другой берег Тивериадского моря, и мы видим, что толпа неотступно следует за Христом. Его не хотят отпускать, его проповедь имела колоссальный успех, и прежде всего потому, что люди видели, какие он чудеса сотворил над больными. Евангелист указывает лишь на одно обстоятельство. Приближалась Пасха, праздник иудейский. Таким образом, вся эта история разворачивается в атмосфере праздника Пасхи. И для иудеев очень важно, что Пасха всегда связана с мессианскими ожиданиями. Мессия должен прийти на Пасху. И поэтому каждый этот праздник несет в себе эту волну ожиданий и энтузиазма. Именно в этой обстановке совершается то, что описывает здесь Евангелист. «Христос видит толпу, которая его окружает, и говорит Филиппу, где нам купить хлеба, чтобы их накормить?» Евангелист добавляет, «Господь говорил это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать». Господь испытывает Филиппа, потому что Филипп, как человек, думает о земном. Он думает, что хлеб — это то, что нужно где-то купить для того, чтобы накормить толпу людей. Но Евангелист хочет нас подвести к мысли, что в действительности хлеб, как и жизнь, это то, что не покупается, это то, что дается в дар. Поэтому настоящий хлеб и настоящая жизнь, истинная жизнь — это то, что мы получаем в дар. И вот здесь возникает эта очень важная тема — различать то, что продается, покупается, то, к чему мы привыкли в земной жизни, и Бог действует совершенно иначе. И дальше описывается сам эпизод таким образом, что, кажется, Господь пришел сюда именно для того, чтобы накормить этих людей в пустыне. Он их рассаживает на траве рядами, берет в свои руки тот небольшой пикник или небольшой запас, который оказался у неизвестного нам мальчика, произносит молитву благодарения и словословия и раздает хлеб и рыбу людям, и в этот момент в его руках они умножаются. Конечно, этот жест, молитву благодарения, преломления, и когда Христос раздает пищу окружающим его людям, нам напоминает Тайную Вечерю. Совершенно четко здесь у евангелиста ассоциация, аллюзия на Тайную Вечерю. И когда все насытились, собирают остатки, и их хватило на то, чтобы наполнить 12 корзин и 12 коробов. И современные проповедники иногда задают вопрос, что же в действительности произошло. И возникает такая гипотеза, что в действительности у всех что-то было припасено с собой, и чудо состоит лишь только в том, что нужно в какой-то момент поделиться тем, что у тебя имеется, и таким образом хватит пропитания на всех. Но смысл этого чуда в изложении Иоанна Богослова совершенно состоит в другом. В действительности это исполнение пророчеств о том, что когда придет Мессия, то он устроит пир. Это будет как праздничное застолье в пустыне, и сам Господь приготовит угощения, и их действительно хватит на всех и останется с избытком. Эти 12 коробов — это образ преизобилия тех даров, которые Бог приготовил для своего народа. И люди в этот момент говорят друг другу, он точно тот самый пророк, который должен прийти в мир. Никто из евангелистов, рассказывая этот эпизод, не акцентирует момент того, что в действительности в головах людей созревает идея государственного переворота, потому что они видят в Иисусе того самого Мессию, который может стать царем, и таким образом наступит новый порядок, новый государственный строй. Поэтому евангелист добавляет, Иисус понял, что они помышляют прийти и насильно провозгласить Его царем, заставить стать их царем. И поэтому Он вынужден скрыться. Он удаляется на гору для того, чтобы побыть в одиночестве. Христос отказывается от такого предложения, от такой перспективы стать царем. И в этом состоит тоже смысл Его величия. Когда ты творишь нечто доброе, нечто щедрое, при этом не преследуя никаких прямых целей, в этом и состоит смысл дара. Но настанет час, когда Христос примет царский титул, и евангелист Иоанн расскажет о том, как над перекладиной креста будет прибита надпись, и именно в тот момент Он действительно будет интронизован как царь, и в этот самый момент совершится спасение мира. Но пока этот час еще не наступил. Итак, намерения Христа в этот момент окутаны покровом тайны. И лишь на следующий день Он опять придет к толпе для того, чтобы объясниться во всем. А в промежутке спускается ночь, и евангелист рассказывает о буре, которая поднялась на Тибериадском море, и ученики, оказавшись посреди бури, охвачены страхом. И в этот момент является Христос спокойный, со всей силой, произносит слова, которые Он очень часто произносит своим ученикам, «Не бойтесь, аз есмь, это Я, не бойтесь». И тем самым подчеркивается контраст между бегством Иисуса, когда Ему предлагали земное царство, и Его возвращением. В действительности Он уходит, потому что не хочет стать царем, политическим, мессией. Но Он возвращается. Возвращается к ученикам посреди какой-то невероятной величественной теофании, когда Бог являет Себя, и это явление посреди бури будет пророчеством того, как воскресший Христос явится ученикам в день Пасхи. Итак, на следующий день Иисус вновь предстает перед народом и по пунктам объясняет смысл того чуда, которое видели все, смысл умножения хлебов. Иисус объясняет смысл умножения хлебов, и вот как это происходит. Люди садятся в лодку для того, чтобы переправиться в Капернаум. Все ищут Иисуса. И здесь возникает другая тема. В Евангелии от Иоанна тема поиска и искания очень важна. Мы с вами видели в первой главе о том, как по-разному ученики и друзья ищут Бога и Его находят. Например, Андрей с товарищами ищут, и в них все горит от нетерпения встретить Мессию, встретить Его. Мария и Магдалина тоже ищут Христа у гроба и вся в слезах. И по контрасту с этими учениками, которым важен именно Христос, жители Галилеи ищут не Иисуса, потому что Он им не важен как таковой. Они ищут нечто свое, свой корыстный интерес, свою собственную выгоду. Именно поэтому Христос к ним обращает такие сдержанные слова. Он говорит «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что вы увидели знаки», то есть не потому, что вы поняли что-то, но потому, что вы ели хлеб досыто. Толпа преследует в действительности свою, мы бы сегодня сказали, американскую мечту, мессианскую мечту. Они приходят к человеку, который будет их кормить материальным хлебом. И поэтому они не увидели никакого чуда, никакого знака, которое было им дано. Они увидели в этом ничего, что намекало бы на божественное присутствие, на присутствие духовной реальности. Их взоры целиком обращены к материальной пище. И они не поняли самого главного. Они не поняли, что даритель, тот, кто подает дар, бесконечно дороже, драгоценней и прекрасней, чем сам дар. Точно так же часто мы и в жизни так поступаем. Истинным даром в действительности был сам даритель. Вы ищете Меня ради плоти, не ради духа. Итак, Иисус пытается пробудить сознание людей и перевести его на другой уровень. Точно так же, как самарянка приходит к колодцу, потому что она нуждается в воде. Точно так же, как Никодим приходит ночью, потому что его, как учителя и как человека мыслящего, тревожит вопрос, на который он ищет ответ. Перед ним стоят люди, которые трудятся в поте лица для того, чтобы добыть свой насущный хлеб. Действительно, это трудяги, как мы сказали. И хлеб для них — это насущная проблема. И Господь их не упрекает за это, за то, что они озабочены поиском пропитания, за то, что они беспокоятся и проявляют какое-то упорство. Но Он говорит, что и труд, и упорство тоже могут стать ловушкой. И Он просит этих людей обратить свои взоры вверх. И здесь на ум приходит аналогия, чем отличается верующий человек от неверующего, мыслящий от человека, который проживает жизнь стихийно. Неверующий человек похож на муху, которая сидит в банке и бьется о стенки, вместо того, чтобы взглянуть вверх и понять, где есть выход. И поэтому Христос произносит такие слова. Вы работаете, вы тревожитесь, вы заботитесь, да. Но заботитесь не только ради тленной пищи, но ради той пищи, которая пребывает в жизнь вечную, в жизнь нетленную. Он их убеждает заботиться не только о материальных благах и земных своих заботах, но прежде всего работать для Бога и ради Бога. И люди охвачены энтузиазмом, и они доверяют, но они еще не понимают, о чем идет речь, но они стихийно по своей доброте, может быть, задают вопрос, а что мы конкретно должны сделать для Бога, что мы должны совершить. И очень часто люди, которые обращаются в веру, приходят к священнику с вопросом, а что я конкретно должен делать? Ну да, вот все абстрактное, оно прекрасно, но что конкретно мне нужно совершить? И Христос отвечает и объясняет им, в чем состоит дело Божие. И оно состоит только в одном. «Верьте в Того, Которого Он послал». Может быть, кого-то этот ответ оставят в разочаровании, но именно в этом и состоит главный труд и главная забота — верить, принимать, слышать и видеть Того, Которого послал Отец. «Это единственное, о чем просит Бог всем своим существом принять то откровение, которое дается через Сына». И опять же, Иоанн здесь отвечает на вопрос, а в чем состоит вера? Вера состоит в поиске счастья и того счастья, которое приходит вместе с Мессией. В ответ на это толпа выдвигает встречные условия. Она требует от Христа новых чудес. Какой знак ты явишь перед нами для того, чтобы мы поверили тебе? Нам кажется, что эти люди наглеют и, может быть, слишком дерзают. Оказывается, вчерашнего чуда им оказалось мало, недостаточно. Они его не принимают в расчет. Для того, чтобы они поверили в посланника Божия, им нужен новый знак. И этот знак, это чудо должно быть повторением тех чудес, которые совершил Моисей в пустыне. И вот здесь возникает очень важный момент. Вспоминается эпизод «Манны в пустыне». И, как говорится в Псалме, «Господь повелел облакам свыше и отверз двери небес и одождил на народ Манну в пустыне и дал им небесный хлеб». И люди требуют небесного хлеба, думая о Манне. На что Христос им отвечает? В действительности, та Манна была лишь бледным прообразом и пророчеством той реальности, которая сейчас стоит перед ними и которую они не видят и не понимают. Они думают, что небесный хлеб — это та Манна, которую народ ел в пустыне, но истинная Манна, истинный хлеб жизни, истинный небесный хлеб — это Слово Божие. «Аминь, аминь, говорю вам! Не Моисей дал вам истинный хлеб небесный, а Отец мой дает вам хлеб небесный, ибо хлеб жизни — это тот, кто не сшел с небес и дает жизнь миру». Христос говорит о себе, но глаза толпы еще не открылись настолько, чтобы они могли увидеть в личности Иисуса из Назарета в плоти и крови человека тот небесный хлеб, Сына Божия, который пришел в мир для того, чтобы спасти своих людей. В этот момент иудеи, как и самарянка, думают лишь о земном. Для них спасение состоит в том, чтобы кто-то бы облегчил их каждодневный труд, избавил их от необходимости трудиться ради хлеба насущного. И поэтому они восклицают, «Господи, подавай нам всегда этот хлеб». И тогда Христос окончательно завершает свою экзегезу этими словами о том, что небесная пища, истинная манна — это слово Бога живаго, которое сходит с небес для того, чтобы дать жизнь миру. «Аз есмь хлеб жизни, кто приходит ко мне, никогда не будет испытывать голод, кто верит в меня, никогда не взолкает». В чем же причина, почему иудеи не могут увидеть, не могут узнать Мессию? Христос говорит, «Вы видите меня и не верите, вы видите и не видите». Евангелист говорит о том, что иудеи начинают роптать, они шепчутся между собой, потому что они услышали такие слова «Аз есмь хлеб, сшедший с небес». И они говорят, «Разве Он не Иисус, Сын Иосифа, Которого мы знаем, и Отца, и Мать? Как в таком случае Он может говорить «Я сошел с небес»?» И для них самым непреодолимым препятствием является то, что воплощение Бога, величественная тайна и откровение обретает такой, условно говоря, невзрачный вид, смиренную реальность. Бесконечное Слово Божие, блаженный, бессмертный Бог, становится плотью, то есть смертным, тленным. И под этим смиренным обличьем они не видят и отказываются принимать эту высшую и главную тайну. «Каждый, кто слышит наставление Отца и поучается Ему, приходит ко Мне». В действительности Христос говорит о том, что приходят к Нему только те, кого Отец сумел привлечь, привести к Сыну. и заключительный этап Откровения Господь с потрясающим реализмом говорит о себе. Он употребляет такие слова. «Тот, кто ест этот хлеб, вкушает» и в греческом языке буквально употреблено слово «пережевывает этот хлеб и пьет из этой чаши», «тот пребывает в Боге, ибо Моя плоть воистину есть пища, и Моя кровь есть воистину питье». И здесь мы касаемся вопроса, который очень часто возникает у людей, которые начинают ходить в церковь, и их смущает о том, что таинство Евхаристии — это таинство плоти и крови. Что же мы действительно едим плоть? Мы что, каннибалы? Но Христос с каким-то парадоксальным реализмом говорит о реальности, которая не остается на уровне какой-то плотской и земной реальности, потому что слово «плоть» становится символом бытия, субстанции, слово «кровь» становится символом жизни. И поэтому тот, кто ест эту плоть, и пилет эту кровь, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. И завершается глава трагическим моментом, может быть, самый драматический момент, потому что среди учеников есть близкие по плоти братья Христа, ставшие его учениками. Самые близкие люди, слыша эти слова о хлебе, который сшел с небес, и это есть плоть Сына Человеческого, не в состоянии это вместить. Они возмущены, они поражены этими словами и говорят открыто, кто это может слушать. И евангелист со всем реализмом замечает, и с этого момента многие перестали ходить за ним, на что Христос не сдается и спрашивает. Это вас смущает? Это вас отталкивает? Но однажды вы увидите Сына Человеческого, Который вознесется туда, где Он пребывает всегда. И это окончательно является соблазном для многих учеников, и они перестают ходить за Христом. «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые я вам сказал, есть Дух, они и есть Жизнь». В этой речи Христос открывает, может быть, наивысшую тайну Своего сыновства, Своей миссии. Она становится камнем преткновения для ближайших учеников и для многих людей. В Евангелии от Иоанна нет таинства Евхаристии, нет тайной вечери, какой мы видим у синоптиков. Именно потому, что этот эпизод умножения хлеба в пустыне каким-то, может быть, необычным для нас образом является той Евхаристией, которую совершает Христос в других обстоятельствах. Евхаристия именно как моментом высочайшего откровения, кто есть Христос, что есть истинный хлеб жизни, что есть манна небесная, ангельский хлеб, сшедший для того, чтобы воскрешать умерших. И завершается глава исповеданием апостола Петра. В этот трагический момент, в этом всеобщем замешательстве Петр берет слово и, может быть, сам того не сознавая, впервые формулирует веру церкви. Всех времен и всех поколений Петр выражает свое кредо. «Господи, к кому нам идти? У Тебя одного слова жизни. Мы верим и мы знаем, что Ты – Святый Божий», то есть Мессия, помазанник. В Иисусе Христе Петр узнает того, кого Отец помазал на царство и для этого послал в мир. И завершается рассказ совсем уж на горестной ноте, подобно тому, как в предыдущих главах заканчивается темой гнева. Здесь Христос тоже говорит такие горькие слова. «Разве не двенадцать вас избрал я, но один из вас – Сатана». И Иоанн уточняет. В этот момент Христос говорит об Иуде, сыне Симона Искариота, тот, которому надлежало предать Христа. Он один из двенадцати. С глубокой древности в церкви существует два мнения относительно этого эпизода. Точно так же, как толковать слова о хлебе насущном из молитвы «Отче наш». С одной стороны, ничто нас напрямую не заставляет думать о таинстве Евхаристии. Вроде бы, речь идет о каком-то чуде, совершенном в пустыне. И поэтому вопрос, действительно ли здесь совершается нечто подобное таинству Евхаристии или нет. Некоторые отцы церкви подчеркивают именно евхаристический аспект всего происшедшего. Некоторые ставят акцент на чуде, умножение хлебов, которые Христос совершает для Своего народа. Но, как бы то ни было, в этой главе Христос открывается именно как хлеб, данный миру, как Спаситель, для того, чтобы те, кто верует в Него, имел жизнь вечную и до конца оставался верным Своему Учителю. Тот, кто не был изначально со Христом, совершил то, что ему надлежало совершить. Речь идет об Иуде. И эта тайна предательства Иуды вернется в последующих главах Евангелия от Иоанна. Но главное чудо состоит в том, что из земного хлеба, из тех пяти лепешек и двух рыбок, которые были в руках неизвестного нам галилейского мальчика, мы возносимся к небесной реальности, к небесному хлебу, который животворит человека жизнью самого Бога. На этом мы с вами заканчиваем чтение шестой главы Евангелия от Иоанна. На портале Exeged.ru с вами был Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга